Всем привет, вы на канале Белая Рысь. Сегодня у нас с вами очень интересный ролик, который многим просто должен открыть глаза. Могу сказать, что таких роликов у меня не было никогда. В создании данного ролика приняли участие жители небезызвестного вам совхоза имени Ленина, руководителем которого является Павел Николаевич Грудинин. Кстати, обращаюсь к блогерам, которые будут согласны с данным роликом. Этот, как и любой другой ролик канала Беларысь, вы можете копировать и загружать к себе на канал без опасения бана. Ютуб, пока его еще не прикрыли окончательно наши доблестные службы, признанные защищать нас с вами от разного рода угроз. На мой взгляд, на то и существует, чтобы как можно больше людей узнавало о том, что творится в стране. Поехали. Я и до выборов, и после делал ролики про Грудинина. И практически под каждым читал комментарии, в которых Павла Николаевича называли и спойлером, и кандидатом, признанным обеспечить явку и перетянуть на себя голоса. А также, что все кандидаты были пустышками, и благодаря тому, что они обеспечили явку на выборы Путин победил. Отлично. Получается, каждый из них выполнил поставленную перед ним задачу и должен получить, естественно, награду за работу. Не так ли? Вспомним, например, Ксюшу Собчак. Не прошло и года, и она уже на первом. Да фиг с ними и с наградами. Этих спойлеров, как минимум, должна ждать спокойная жизнь при вновь избранном президенте, которому они помогли очередной раз стать тем самым президентом. Не так ли? И как показывает жизнь, так оно и есть. Ну что, а давайте посмотрим, как же обстоят дела сегодня у единственного, на мой взгляд, серьезного конкурента Путину – Грудинина. Какую награду получил он? Сейчас вы увидите сюжет, снятый самими жителями совхоза. Но перед тем, как вы его увидите, я хотел бы вас предупредить о том, что не нужно делать поспешных выводов из первых кадров. И иногда не все так, как кажется. Смысл сюжета вы почувствуете только в конце. И поверьте, он будет неожиданным. Добро пожаловать в подмосковный поселок совхоза имени Ленина, в наш уникальный детский парк Лукоморье. Этот парк очень популярный среди москвичей и жителей Подмосковья и даже среди жителей других регионов России. Он тематический, он построен, основан по мотивам русских народных сказок – сказок Носова, сказок Пушкина и других сказок. Эти сказки мы можем сейчас передать своим детям. То есть мы развиваем их по нашим, как бы, традиционным устоям. Этот парк, он предназначен не только для развития умственных там способностей, но и для физической активности. Здесь очень много веревочных парков, здесь горки, батуты, здесь есть карусель, замок. При этом парк очень удобный и комфортный. Здесь есть и кафе, и много лавочек. Мы с удовольствием ходим в этот парк. Этот парк, он открыт для всех. И он бесплатен за счет того, что его поддерживает, он создан, благодаря его поддерживает наше градообразующее предприятие совхоз имени Ленина. Каждый год здесь все проверяется, ремонтируется, все подкрашивается. И плюс здесь не остается все в том же виде. Каждый год добавляются какие-то новые интересные вещи. Мои друзья, когда приезжают к нам в гости, они очень любят посещать этот парк. И моя мечта, как мамы, чтобы такие парки были близко, рядом с каждым из этих детей. Чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность, в доступности прийти в такой замечательный локальный парк. Я многодетная мама. У меня четверо детей. Один из моих детей ходит в садик, на территории которого я сейчас нахожусь. Трое старших детей ходят в школу. У нас очень классные сады, очень хорошие школы. В садах, помимо того, что вся вот эта вот красота, инфраструктура, и ребенок, приходя из садика, он получает кучу положительных эмоций. Он здесь очень хорошо развивает творчество детей. Помимо всяких развивашек, помимо мастер-классов, праздников, которые постоянно устраиваются. Здесь еще что для меня очень важно, что у моих детей прекрасное питание. Питание готовится непосредственно в садике, непосредственно в школах, где люди отвечают за то, что они делают. Готовится все из продуктов, выращенных в ЗАО совхозе имени Ленина. Все экологически чистое, все вкусно приготовлено. И даже мои дети, приходя домой, мне говорят, что мама, а в садике были вкуснее котлеты, чем у тебя. За что я приношу огромную благодарность директорам, управляющим нашего ЗАО. В школах все секции, что есть в школе, группы продленного дня, питание, все это бесплатно. Мне, как многодетной маме, это очень важно. Для нашей семьи это большое подспорье. В ДК все мастер-классы, все секции, все, что проводится в ДК, все праздники, все бесплатные. За 13 лет, что мы проживаем в этом совхозе, мы были на кучу концертов, и ни один концерт не был за деньги. Все мероприятия проводятся, все праздники готовятся детьми в наших школах, в наших садах, в нашем ДК. Огромное спасибо Павлу Николаевичу и всей его команде. Я мама будущего первоклассника. Мы специально переехали в поселок, чтобы наш сын пошел в эту школу. Эта школа самая лучшая. Это абсолютно уникальный проект, который построен и обслуживается за счет ЗАО совхоз имени Ленина. В этой школе собран опыт всех самых лучших и современных школ мира. В этой школе есть прекрасные стадионы, скалодром, кулинарный класс, столярные и слесарные мастерские, архитектурная студия. Все кабинеты оснащены по последнему слову техники. В этой школе, которая построена из экологически чистых материалов, мой ребенок получит прекрасное образование и сохранит и приумножит свое здоровье. Я хочу, чтобы у нас в стране все школы были такие. Я с волнением жду 1 сентября. Дорогие друзья, мы, наверное, все-таки сейчас с вами находимся в одном из самых излюбленных мест зоны отдыха жителей. Это зона прудов. Мы так и называем. Пошли на пруды, а еда на пруды. Изначально эти пруды были предназначены для орошения полей сверхозназначения. Они сейчас тоже выполняют эту функцию. Но наше руководство пошло дальше. И оно сделало для нас, для жителей зону такую отдыха. Вы знаете, первый раз, когда я сюда переехал, естественно, мне хотелось выпендриться. Я пригласил батю сюда. И вот я жарю шашлыки, мы с батей сидим. Он смотрит на всю эту красоту и говорит, слушай, сынок, а зачем тебе дача? А дай мне дачу. У тебя здесь лучше, чем на даче. Еще и вместо тебя все это сделали. А действительно, хотите шашлыки, пожалуйста. Прекрасно. У нас шикарная зона барбекю. Хотите рыбу порыбачить? Пожалуйста. Наши пруды в вашем распоряжении. Детей нужно на детскую площадку. Ну, можно на скромной площадке поиграть. Почему я говорю на скромной детской площадке? Потому что мы, наверное, все-таки избалованы. У нас в каждом дворе шикарные детские площадки. А когда я первый раз сюда приехал, я еще сюда не попал. И у меня поразили улицы. Ну, названия улицы здесь нет. Вот аллеи. Вы знаете, если вот положили вот бурсчатку, то она за разу ровно лежит. Если сделали озеленение, это не просто кустарники насадили. Это вот реально ландшафтный дизайн. Реально видно, что работали специалисты. И вот даже вот когда ко мне друзья приезжают, они говорят, слушай, Серега, здесь бумажку вот бросить, честно говоря, страшно. Почему страшно? Так ее за километр будет видать. Реально чистота здесь, ну, очень чисто. Ребят, а какой совхоз у нас ночью, да? Это вот прям настоящий Лас-Вегас. Ну, не потому, что мы на кнопку нажимаем, у нас тут казино такие вырезают. Нет, нет, это подсветка сверху, снизу. Все это вот подсвечивается. Ну, красота, ребят. Просто красиво. Что для меня совхоз? Ну, наверное, совхоз это... Совхоз состояния души. Люблю я совхоз. Всем сердцем. Я работник зао совхоза имени Ленина. Наше предприятие известно на весь московский регион нашей земляникой. Москвичи с нетерпением ждут урожая этой прекрасной ягоды. Помимо этого мы выращиваем ягоды жимолости, голубики, яблоки, овощи. Все это по новейшим агротехнологиям. На территории поселка расположен огромный садовый центр по реализации саженцев. В совхозе есть новейшая роботизированная ферма. Помимо молока, теперь в продаже у нас есть натуральный сыр, без добавок, что в настоящее время уже редкость. Помимо этого, в совхозе есть цех по переработке сельхозпродукции, на котором также осуществляется розлив воды. Огромной популярностью пользуются агротуристический комплекс и клубничный город-профессии, где дети получают незабываемые впечатления, окунувшись в мир сельского хозяйства. В настоящее время мы находимся в состоянии постоянного стресса. Из-за рейдерского захвата нашего предприятия и постоянного давления на нашего руководителя Грудинина Павла Николаевича Целью захватчиков является разорение нашего предприятия и застройка наших полей многоэтажками. Мы против этого. Мы боимся, что парк может превратиться в способ зарабатывания денег на наших детях. Мы этого не хотим. Не дайте разрушить это уникальное место. Помогите нам сохранить его для того, чтобы это было не только у нас, а чтобы это было в каждом уголке нашей большой родины, в каждом городочке, в каждом поселке, в каждой деревенке. Для того, чтобы это было везде. Это пример для того, как должно быть. Мы, родители первоклассников, очень переживаем, что мы можем потерять нашу замечательную школу. Давайте не будем разрушать то, что здесь создано. Этот уникальный проект. А наоборот, распространим этот опыт на всю страну. Вообще, честно говоря, меня удивляет иногда правительство. Я бы на месте правительства, вот таких, как Павел Николаевич, я их приглашал бы и говорил бы. Слушайте, мужики, вы там красоту сделали? На тебе еще земли, давай, делай, создавай рабочие места, создавай вот эти парки. Давайте только вперед. У нас тяжелое сейчас положение, всякие, это не продаем, это не покупаем, поэтому надо призывать свое... Почему происходит обратное, вы знаете, ну, тяжело понять. Иногда мне кажется, что вот я как... У меня это сон, что вот-вот сейчас я проснусь и вот так вытру лоб с алба, скажу, фу, слава богу, это сон. Но, к сожалению, это происходит с нами здесь сейчас. Ну, да, как вы знаете, совхозу уже сто лет, и вот последние 25 лет совхоза — это жизнь, в общем-то, в, ну, скажем так, в ситуации, когда государство ушло из регулирования сельхозбизнеса. В 1993 году был принят указ президента Ельцина о реорганизации совхозов и колхозов. И тогда все совхозы и колхозы практически стали частными, хотя мы не очень сильно этого хотели. Ну, им отдали землю по различным... Различными путями получили землю, некоторые по яме, некоторые, как мы, внесли ее в уставной капитал совхоза. А поскольку у нас был особый порядок приватизации, это было определено постановлением правительства Российской Федерации. Так вот, за эти 25 лет мы пережили пять рейдерских атак, вот сейчас идет шестая. Это шестая атака, самая сложная, потому что на стороне рейдеров оказались разные государственные органы. Причем довольно очень серьезные. И раньше все рейдеры были поддержаны в той или иной мере коррумпированными чиновниками, правоохранителями. Но сейчас это особенно хорошо видно, потому что мы начали проигрывать суды, которые раньше стояли больше на нашей стороне, потому что мы делаем все законно. И уже больше года нас, как это принято не говорить, дербанят по любому поводу. Причем мы не находим поддержки в государственных органах. Причем это настолько цинично делается, что судья, видовского городского суда, один взял и арестовал все земельные участки совхоза. Другой запретил проведение общего собрания, голосование акциями, всеми, даже не теми, которые арестованы, а всеми акциями, всем акционерам. Одновременно с этим началась попытка давления через правоохранительные органы. Судебные приставы, полиция, причем различные отделы по экономическим поступлениям и одновременно дознаватели следственного управления носятся за нашими акционерами, за руководителями совхоза, со всякими совершенно надуманными предложениями. И мы видим, что это все единая такая система, которая направлена на захват предприятия. Что они планируют сделать? Значит, получить контроль над большинством акций, то есть получить контроль над пакетом акций. Причем это делается абсолютно цинично. Они говорят, что мы возбудим уголовные дела на акционеров, на руководителей совхоза. После этого, как сказал главный рейдер, который против нас стоит, такой полихата, он сказал так, что мы сделаем так, что все акционеры сами придут и отдадут свои акции. После этого, как правило, предприятия проходят либо процедуру банкротства, либо возбуждаются дальше уголовные дела, меняется директор. А дальше это уже технический вопрос, который происходил, и это произошло со всеми предприятиями вокруг нас и многими российскими предприятиями, именно такими следственными. Происходит перевод земли сельхоз в не сельхоз, мы потеряем, скорее всего, пастбище, угодье для производства кормов после этого, или там земличные севообороты. После этого сворачивается основная деятельность, ферма закрывается, поскольку им нужны земли не для того, чтобы производить сельхозпродукцию, а для того, чтобы ее застроить. И постепенно, обычно это занимает от года до пяти, происходит деградация сельского труда, захват земель, после этого коллектив, в связи с тем, что не нужны ни животноводы, ни овощеводы, ни производители земляники, распадается и увольняют людей. Ну и после, через пять лет, вы видите большие застройки на территории, и, к сожалению, не видите уже сельхозпроизводства. Поэтому мы сейчас бьемся практически за то, чтобы остаться сельхозпредприятием, чтобы наши люди, которые получают достойную зарплату, наш коллектив, который привык работать на земле и воспринимает землю не как товар, как средство производства, сохранился. Ну и, в общем, спасибо тем, кто нам помогает. Очень много и в поселке совхоза, и среди наших партнеров, да и просто простых граждан неравнодушных, очень много людей, которые хотят защитить совхоз. Поэтому большое спасибо всем за поддержку. Мы, жители поселка совхоз имени Ленина, просим вас, граждане нашей страны, оказать нам поддержку, прорвать информационную блокаду. Сегодня мы столкнулись с колоссальным давлением, с рейдерской атакой на наше предприятие. Нас пытаются уничтожить. Мы просим вас распространить это видеообращение везде, где только можно. Вконтакте, в Инстаграм, в Фейсбук, в Одноклассниках. Мы обращаемся к независимым блогерам и СМИ. Помогите нам как можно шире огласить нашу проблему. Нам нужна юридическая помощь для того, чтобы составить грамотные обращения в суды. Нам очень нужна ваша помощь. Сегодня беда пришла в наш дом, но завтра она может прийти к вам. Сегодня по всей стране огромное количество городов подвергаются такому же давлению, как мы. Мы просим вас сплотиться и помочь нам прекратить и пресечь этот беспредел. Помогите спасти садков! Странно это. Павел Николаевич что, не выполнил задачу, якобы поставленную перед ним, по мнению тех, кто считал его чуть ли не тайным агентом Кремля? Выполнил. Он не обеспечил явку на выборы? Обеспечил. Еще как обеспечил. А что он получил взамен? Если вы помните, то перед выборами в совхозе имени Ленина дела обстояли прекрасно. Клубника росла. Люди имели хорошую работу. И садик, и школа чуть ли не самый лучший в стране. И по логике, после выборов, в случае если бы Грудинин действительно не представлял угрозу для власти и был бы просто очередным спойлером, то дела у Павла Николаевича и его совхоза должны были переть только в гору. Ну все, как у всех нормальных спойлеров. Это ведь предсказуемо. Ну а теперь у меня возникает вполне логичный вопрос. Если Павел Николаевич Грудинин являлся на выборах подставным, выполнил свою задачу, то как президент Путин допускает данное безобразие по отношению к своему самому лучшему, судя по результатам выборов, спойлеру, а в прошлом, давны-давно, даже своему доверенному лицу? А может, как ни странно, для некоторых прозвучит, именно Грудинин и был тем самым лишним для власти кандидатом? А может, именно ради оттягивания голосов от его кандидатуры существовали остальные, настоящие спойлеры, которых сегодня никто не прессует? Иначе как это еще объяснить? Жду ваших предложений в комментариях, а также, если согласны со мной, то помогите распространить данный ролик. Давайте поможем людям не стать заложниками очередных репрессивных мер и, как лично мне кажется, просто мести лично Грудинину. И не забудьте поставить лайк, тем самым вы также помогаете продвижению данной информации. На сегодня пока все. С вами был канал Белая Рысь, Павел Николаевич Грудинин и жители совхоза имени Ленина. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok